Всем привет! Меня зовут Лида, и сегодня я расскажу, как я попал на 2 миллиона рублей. Все началось с того, что я давал тур по России, где играл свои романсы в различных тавернах и кабаках. Короче говоря, сразу же перейдем к самому грязному и вонючему денежке. За весь тур, кроме столичных концертов, я получил чуть больше миллиона рублей, который потратил на айфон Лере, на самый последний макбук для того, чтобы писать музыку, на микрофон очень хороший немецкий и на прочей херни для музыки, в общем, положился. Спасибо, кстати, что ходите на концерты, но, как правило, с одной Москвы можно заработать больше, чем за весь остальной тур. Так и получилось. На мой концерт в Москве купили билеты около 2000 человек, и у меня в кармане было почти 2 миллиона рублей чистыми. Я бы мог купить себе это, или это, или даже это, но я предпочел потратить все до копейки в этот же самый московский концерт и не получить абсолютно ничего. На эти 2 миллиона я заказал кучу дополнительного света. Красивые лазеры, пушки, конфетти со снегом, криопушки. Также в эти 2 миллиона входила оплата команде, состоящей из более чем 50 человек. Световики, звуковики, там, танцовщицы, паркурщики, клоуны, мимы, фокусники. Оплата пацанам, которые бы играли на живых инструментах. Да, кстати, в этот раз я выступал за живой группой. И многое другое. Почему я так сделал? Потому что я обожаю большие и масштабные шоу. Я фанат этого дерьма с детства. Во-вторых, я, конечно же, очень люблю денежки, но сделать что-то большое, грандиозное в этой жизни для меня важнее. В-третьих, мы собирались отснять этот концерт с 8 разных камер, и собрать из этого много-много концертных видео, и байтить этими видео вас на покупку новых билетов на новые концерты. В целом, схема рабочая. За неделю до московского концерта я провел питерский концерт, куда я вложил меньшую, но тоже очень солидную сумму в размере 400 тысяч рублей. Посмотрите, как клево вышло. Моё имя Леда И вот наступает день концерта. И каждый раз, когда я вспоминаю этот злополучный день, у меня на лице появляются слезы. Мне становится плохо. В общем, из-за ограничений, большие концерты сейчас можно проводить только в формате ковид-фри. Я бы мог просто объявить ковид-фри, моим непривитым слушателям пришлось бы делать тесты за 2000 рублей ради концерта. Но я посчитал, что это несправедливо по отношению к вам, и ради вашего комфорта я заказал переносную лабораторию, которая делает быстрые тесты, и поставил её прямо на вход в клуб. И это мне обошлось в 400 тысяч рублей. И всё, казалось бы, всё хорошо, ничего не предвещает беды. Но происходит череда обстоятельств, которые приводят к жопе. Из-за того, что людей, которые пришли без QR-кода на тест в нашу лабораторию, оказалось в 4 раза больше, чем это бывает на других концертах, образовалась очень длинная очередь, которая растянулась на поларбата средь бела дня. Из-за того, что мои фанаты очень активные и весёлые ребята, и любят громко попеть мои песни толпой на улице, а вы знаете мои песни, на эту очередь поступило около 50 вызовов в полицию, и 5 раз она приезжала. Из-за всей этой суматохи приехала жёлтая пресса, которая снимала эту очередь, которая снимала рамсы-охранника с экцентричным каким-то моим только что расставшимся с девушкой-фанатом. Они звонили Лере, спрашивали, что там происходит. Я не знаю, откуда не знают её номер, и для меня это вообще загадка. В общем, началась какая-то буча. Более того, это всё было в центре Москвы. Естественно, это привлекло... ...который в итоге приехал и не дал нам провести концерт. Как мне объяснили, вся причина вне соблюдения социальной дистанции в этой самой очереди. Странная ситуация, но я никого не виню. Концерт мой, и вся ответственность лежит, естественно, на мне. Так что во всём остальном это просто череда неудачных обстоятельств. В это время я сижу в гримерке с диджеями своими, обсуждая все эти детали концерта. Думаю, как сейчас мы круто разъебём. И тут ко мне в комнату врывается организатор и говорит, что концерта не будет. Лера говорит, что надо выйти на сцену и сообщить зрителям о том, что концерта не будет. Я в каком-то абстрактном состоянии поднимаюсь на сцену вместе с плачущей Лерой и Русей. Не знаю, что будет дальше. Поднимаюсь и вижу этот зал. Огромный зал. Полный зал. Все скандируют. Ли-да! 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 Я смотрю овации, вы что-то орёте, свистите. Я смотрю на ваши глаза. У вас глаза вот такие вот, как у собачек. Вы прям ждёте, ждёте вот этот концерт. И я должен вам сказать о том, что его не будет. И это было ужасно. Вот как примерно это было. Так, поднимите руки тех, кто сегодня будет весь концерт здесь. Не-не-не, опускайте все. Это не так. Это не моя примитие, это ничего. Я, блядь, сейчас сам хочу выйти и разъебать этот клуб. Потому что, сами понимаете, я к этому шёл, блядь, всю жизнь. Я очень расстроен, но, блядь, я надеюсь, вы меня поймёте. Извините, пожалуйста. Я, блядь, сам очень сильно ненавижу эту ситуацию. Спасибо, что вы с вами пришли. Мы очень ждём вас завтра. Вы же понимаете, что мы пытались сделать всё, что можно. Просто не получилось. Ну, я сам приехал из Питера сегодня на концерт. Лера, не плачь! Лера, не плачь! Снимать, но... Это печально. Лера, не плачь! В итоге все разошлись. Мы с Лерой и моей командой поехали в отель и полночи думали о том, что же нам делать. Сначала мы хотели дать концерт на следующий день, но лаборатория на следующий день не работала и так далее. Мы перебирали все возможные варианты, и вот к чему мы пришли. Отвечая на три самых важных вопроса. Можно ли сдать билет на тот концерт? Да, можно. Можно ли не сдавать билет и прийти по нему на следующий? Да, можно. Где и когда будет следующий концерт? Следующий концерт будет в главклубе вот в эту дату. Итог, я не провел свой самый лучший и грандиозный концерт в своей жизни. А концерты для меня это, кстати говоря, самое важное. Я подставил вас и проебал ваше доверие. И помимо всего прочего, я в долгах на 2 миллиона рублей. В связи с этим, я открываю сбор средств на отбитие долга и организацию нового большого концерта. Я понимаю, что сумма там нереальная, то что ее собрать практически невозможно, но надежда все-таки вот такая вот есть. Поэтому, кто хочет помочь, как-то поддержать, переходите по ссылке в описании. Там самая первая ссылка будет как раз вести вас на сбор средств. Вот, заранее всем спасибо. И как бонус, как бонус, мы договорились о продлении клуба на один день. Заплатили там за дополнительное время оборудование, еще больше денег, для того, чтобы отснять этот концерт хотя бы без зрителей. То есть, сейчас я вам покажу видео, где я стою на сцене, пою, а зрителей нет, в зале только несколько моих друзей. Короче, выглядит странно, уебищно, но хотя бы что-то. Примерно как-то так, хотя на самом деле лучше раз в 10 могло бы выглядеть вот это шоу Лиды. Так что, смотрим. Всем спасибо. Лида Форевер. Я, мы, Лида. Поехали. Возьмите мое тело, сожгите его нахуй, вокруг него устроим брейк. Текая огол тела, будто в последний раз, я не вспоминая обо мне. Возьмите мое тело, сожгите его нахуй, вокруг него устроим брейк. Воздух, 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 воздух. Малышка встала. Воздух, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Суббеты глаза. Воздух. В клубе не осталось никого. Все ушли уже вновь, и я шаплю в одного. Открывается метраль, и где я тут путевом. А я шаплю в одного. Напоследок я хочу сказать. В этой ситуации я стараюсь не унывать, ведь все, что не делается, все к лучшему. Сейчас у меня черная полоса, а значит наступит и светлая, так что и вы не тисните, ну чё вы. Я уже начал писать гораздо больше музыки, ведь теперь в моей команде появился Паша Биткастер. Очень крутой музыкант, гений. Он будет помогать мне с минусами и диджейить на моих концертах. Мы уже работаем над новым материалом, и в скором времени вы просто пукнете от восторга при прослушке новиночек от Лиды. Так что прорвемся вместе. Всем спасибо и до встречи.